Всем привет! Потихонечку дает здать себя Беренджер, который спрятался под названием Турбосаунд. И потихонечку начали приползать усилители от него с разными проблемами. Здесь человек сразу честно сказал, что он пытался отремонтировать, но в отсутствие документации и соответствующего опыта это сделать очень нелегко. Можно напороть кучу ошибок, поэтому понятно, что ничего не получилось. Он решил один модуль не трогать вообще. Один немножко покопал, поменял там сгоревшие детальки, оно не заработало и принес. Поэтому разбираться будем уже здесь. Включим конечно же через лампочку. Сейчас я включу его. Немножко там конденсатор был уже заряжен. Вот он стартанул. Значит один модуль у нас стартует. Так, включим второй модуль. Так, здесь конденсаторы не заряжены. Ага, разъем лежит, сейчас я его подключу. Это тоже стартует. Это радует. Блоки питания работают. Как с этими надо возиться. Померяем напряжение и будем смотреть, что творится с усилителями. Так, вот в этом канале высокочастотный есть сигнал. Это низкочастотный. Вот моргает, но на выходе ничего нет. Понятно. Сейчас посмотрим, что на втором модуле. Второй канал на низкочастотном. Вот такая интересная штука происходит. Вот такие фокусы. Так, сейчас глянем в ВЧ-канал. В ВЧ-канал вроде нормально все. ВЧ-канал работает. Горит ремиттер. Значит, два модуля с неисправными ВЧ-каналами. Все, разбираем. Мне кажется, вот эта вот сдулась штучка у нас. Будем ее менять. Вывел я его с кожуха. Столожил его в сторонку, чтобы можно было работать с платой. Пришлось снять вот эти вот филиты. Ну, потом застегнуться они без проблем. Будем сейчас смотреть, что у нас тут происходит по напряжениям и так далее. Пришлось снять все конденсаторы для проверки. Вот большие я уже сейчас поставлю. Еще мелочь поставить. Ну, пока проблемных не вижу. Но не фильтруется. Либо въехала тактовая частота. Тогда сейчас кто-то задающий цепочки надо будет бороться. Ну, вот один модуль вроде бы заработал. Нормально. Вот он до клипа, я его догоняю. Вот, сейчас тут мой цельограф немножко пригрубим. Вот он. Вот он уже лимитер срабатывает. У нас сейчас 90 Гц. Греются ключи, поэтому я не буду сильно ему давать. Сейчас он на полной мощности. Лучше мой ключ. Надо разбирать второй. Ну, здесь сразу видно, что винты стоят уже не родные. Поэтому будем ждать сюрпризов. Его разбирали и копали. Но я об этом говорил в самом начале. Посмотрим, насколько это аккуратно сделали. Я надеюсь, что все будет хорошо. Но зачем менять винты, пока не ясно. Смешно, но здесь тоже винты стоят шестигранники. Я сколько разбирал этих турбосаундов. Везде стоят обычные крестики. Тут вот так вот. Или это версия, или это ремонтник и его капризы. Не так все просто, без схемки. Но хорошо, есть второй модуль, который сделался первым. И сейчас танцы с губными. Вот как оно и есть. За второй модулем будем танцевать. Поставим СМДшечку. Чуть помощнее, чем была. Чтобы так не обрывалось. Если бы не второй модуль рабочий, найти бы оборванную СМДшку было бы очень тяжело. В общем, как и всегда, основную проблему вызвало не то, что эти модули высли строя, а то, что их раньше еще когда-то ремонтировали. И выгребал я косяки. И по пайке, и по неправильным элементам. Конечно, СМДшки обозначаются не всегда. Однозначно можно трактовать. Но, мне кажется, надо мерить, прежде чем ставить. Ты устанавливаешь деталь по мере ее. Вот. На одной СМДшке написано 100. Допустим, это 10 Ом. Потому что ноль. Последняя. Вот. Человек воспринимает это как 100 Ом, например. Ну и так далее. Вот. Поменял ШИМ-контроллер. И много-много всяких мелочей. И конденсаторы, ну опять же, были замены. И не всегда на пользу идет большая емкость, чем надо. Ну и так. Тут можно долго рассказывать. Тут. Ну, как бы. Ай. В общем. Всем пока. Здесь есть кленочка без радиатора. Для нас сивальпова она питает ШИМ-контроллер. И вокруг нее конденсаторы. Рекомендую менять сразу же. Иначе они себя ведут очень непредсказуемо потом. Хотя ESR метром смотрится нормально. Вот такой вот маленький бонус. Капец какой-то. Кто-то грыз. И выгрыз тут отверстие. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. SPEAKER 4.